Привет, друзья! С вами Школа Воркаута и сегодня поговорим на очень интересную тему. Часто в комментариях меня спрашивают, можно ли тренироваться, когда мне 30, 35, 40, 45. А некоторые даже спрашивают, можно ли тренироваться, когда мне 25, заниматься воркаутом. Естественно, да. Но очевидным советом будет, начинайте с базы. Потому что база более безопасна и эффективна. Но если вы не хотите ограничиваться базой и делать что-то более сложное, даже 40 лет это отнюдь не ограничение. И сегодня у нас в гостях постоянный зритель канала, участник всех наших интенсивов и лагерей Александр. Он сегодня вам расскажет свою историю, как он пришел в воркаут, сколько ему лет, чем он занимается, чего он добился. И даже покажет небольшую такую свою программу тренировок. Поэтому оставайтесь с нами до самого конца. Поехали! А прежде чем Александр расскажет свою историю, я расскажу тебе три факта, почему тебе стоит участвовать в нашем интенсиве, который будет 20 августа. Записаться можно прямо сейчас. Факт номер один. Вы 100% найдете упражнения, которые никогда не пробовали и которые выведут ваш прогресс на новый уровень. Факт номер два. У нас уже было более 6 интенсивов, и каждый раз участники продолжают записываться. Более 90% постоянных участников. Это ли не показатели качества? Становись частью нашей тренировочной команды. Записывайся прямо сейчас. Факт номер три. Невозможно подобрать программу тренировок, которая подходит абсолютно всем и каждому. Именно поэтому нам пришлось поработать гораздо больше и сделать упрощение и усложнение к каждому упражнению нашего интенсива. Поэтому неважно, новичок ты или профи, ты найдешь здесь для себя ценность. Записывайся. Факт номер четыре. Все материалы после окончания интенсива ты сможешь забрать с собой и использовать еще долгое время в своих тренировках, повышая эффективность. Поэтому записывайся прямо сейчас. Все ссылочки в описании. 20 августа мы начинаем. Мне в этом году исполнился 51 год. Я давно тренируюсь. Начал в детстве. Отец мне сделал турник, и все время, когда мимо шел, я подтягивался. Потом была секция самбо, потом дзюдо. И начались перерывы взрослой жизни, семья, работа. Все это вносило коррективы. Спортивную мою деятельность. Но потом стал работать тренером в тренажерном зале. Выступал по фитнесу. И потом опять перерывы. Потом опять вернулся в борьбу. Мне было больше 30 лет. И несколько лет выступал по ветеранам. Потом пошла череда травм. И где-то лет 10 назад я перестал активно тренироваться. Произошел случай такой в моей жизни. Сломал ногу, несколько дней лежал и смотрел ролики школы воркаута. Вот с этого-то все и началось. Начал тренироваться. Начались интенсивы год назад. Школы воркаута. Потом тренировочный лагерь. Вместе тренировок персональных с Артемом Морозовым. Вот уже год, как я занимаюсь вместе со школой воркаута. Пытаюсь освоить стойку и передний виз. Прогресс безусловно есть. Слава богу, суставы дают тренироваться. Ну, хоть может где-то не в полную силу, но вполне меня это устраивает. Вот такая вот здоровская история у нас получилась. А чтобы не быть голословным про физподготовку Александра, при том, что он проходил все наши интенсивы, а там очень интенсивная нагрузка, а мы покажем его программу тренировок, которую мы составили вместе на передний виз. Погнали! Пока Александр у нас разминается, мы делаем первое упражнение. И это сразу статика. Это удержание переднего виза ноги в роте. Итак, друзья, упражнение номер два. Чередуем статику и динамику. И здесь мы делаем медленные негативы. Как можно медленнее отпускаем передний виз. Ноги вместе с верхней позиции в горизонталь. Погнали! Следующее упражнение будет сочетать в себе динамику и статику. Это будут шраги в переднем визе. Мы сделали именно такое динамическое упражнение, потому что у Александра была уже очень хорошая база. И нужно было проработать только понимание движения лопаток, что очень важно для переднего виза. Следующее упражнение у нас будет опять в динамике. И это упражнение самое крутое. Любой топовый атлет вам скажет. Это динамический подъем переднего виза. Если вы суперкрутой и суперпродвинутый, старайтесь делать паузу в верхней позиции, ну, то есть в позиции переднего виза. Поехали! А завершается тренировка, конечно же, базой, для того, чтобы все равно поддержать базовую подготовку, ну, и подготовить мышцы. Итак, первое упражнение – это широкие подтягивания трехстадийные. Второе упражнение – подтягивания груди. И третье упражнение – это подтягивания в переднем визе. Друзья, никогда не прекращайте тренировки. Помните, что движение – это жизнь. Тренируйтесь всегда, тренируйтесь везде, тренируйтесь со школой воркаут. И с умом. А на этом у нас все. Как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем ролике. Все суперски! Субтитры подогнал «Симон»!